Ребята, всем привет! С вами Дима, там где-то оператор Антон на улице. Мы едем за сосновыми шишками. Будем варить варенье из них. Так что еще несколько минут пути и мы будем на месте. Погода хорошая. Уже полдня прошло. Солнышко светит. Так что надеюсь скоро увидимся. Ребята, вот мы приехали. Наконец-то долго ехали в наш сосновый бор. И нашли шишки. Правда, они еще маленькие совсем. Им еще надо расти. Наверное, может быть с неделю. Но наберем немножко таких. Сварим чуть варенье, чтобы показать вам как и что варится и делается. Вот они есть старые. Вот примерно вот. Вот такие вот. Они должны быть чуть меньше. Вот из таких шишек вообще хорошо варить. Но это старая, она плохая. Здесь вот мелкие. Они еще не очень созревшие. И шишек, кстати, не очень долго. Вот. Будем, надо долго будет искать, обходить. Ну для видео сварим чуть-чуть. Вот такие вот шишечки сосновые. Вот на вкус. Смола. Живая смола. Вообще несъедобная. Как сосновая жвачка какая-то. Отвижает рот. Ну берем сейчас пакетик немножко. Вот. Ну вот, ребята, привет. Мы добрались до дома с нашей добычей шишек. Скажу вам честно, долго не удалось собирать, хотя там было очень красиво. И ароматы соснового бора были просто великолепны. Но погода дала сбой. И мы решили ретироваться. И, ну, надеюсь, это было вовремя, потому что мы добирались вообще. Это жесть была экстрим. Супер. Если бы не наш пилот, точнее пилотесса, то, не знаю, трактор пришлось бы вызывать. Но не подвела ни пилот, ни машина. И мы справились. Вот. Мы добрались. И вот будем делать варенье. Подготовили шишки. Здесь примерно полкило мы собрали. Не стали очищать. Вот. Их кончиков таких. Как бы это все равно все вкусно. И не помешает нам. Мы их промыли. Вот. И будем добавлять сахарный песок. Один к одному делается. Ночью взяли побольше. Добавили 600 грамм сахара нашего. И добавляем где-то стакан воды обычной, ключевой. Вот. Включаем газ. Вот. И все. И варим. Ждем, когда она закипит. Примерно поварится минут 5-10. Вот. Выключаем. И ждем, пока остынет. Остывает. Еще раз кипятим. 5-10 минут. Вот. И затем опять ждем, пока остывает. Ниже комнатной температуры. И третий раз завершающий. То же самое кипятим. Мы уже будем раскладывать по баночкам и будем закрывать. Перемешиваем. Сахар уже начал таять. На газу сейчас все это быстро произойдет. Лучше взять посуду, которая такая менее вам будет удобна потом в использовании. Потому что смола будет выпариваться и она покроет все стенки. Они, конечно, отмываются со средствами разными. Вот. Но лучше, которую вы повседневно используете, посуду лучше не брать. Именно, которые специальные там, которые вы делаете варенье для заготовки. Ну, потому что и вкус смолы останется, и шишек, и все остальное. Вот. Уже начинает скипать. Главное помешивайте, потому что сахар может засахариться. Он должен раствориться весь. Ну, вот, ребята, смотрите, они меняют цвет уже. Вот. Делать это лучше на медленном огне. Сахар закипает немножко. Ну, вот где-то поварились примерно пять минут у нас шишки. И уже сахар растворился, появляется пена. Вот. Сильно не кипятите, убавьте. Вот видите, можно даже выключить, а то бурлить будет. Пошла реакция. В принципе, для первого раза это достаточно. Когда вот растворился сахар, надо обязательно медленный огонь потом. Цвет поменялся немножко. После первого кипячения даже. После второго и третьего он будет вообще прям коричневый. Они сейчас постоят уже, будут остынут первый раз. Они уже станут более коричневого, темного цвета. Так что вот примерно прошло 5-7 минут. Они покипели у нас. Лучше на медленном огне все это делать. Вот. Вы заметите, когда сахар растворился, сильно пениться начнет. Вот. Выключаете там электрополитолий газ. Что у вас на что вы делаете? Мы не решили сделать на костре. Потому что это долгий процесс. В принципе, достаточно. И решили сделать на газу, чтобы ускорить. Вот, ребята. Ну, вот. Мы второй раз проварили. И вот уже третий у нас начинает закипать. Наше варенье. Цвет, смотрите, поменялось уже вообще с толкоричневыми. Вот они мягкие. Вот так можно варить вообще до бесконечности. У вас будет и сироп темнее, и гуще. Ну, вот и шишки темнее будут, естественно. Вот. Так что берем половник. Им будет удобно раскладывать. Ждем пока закипит и будем накладывать уже, закрывать наше варенье. Берем банку и наливаем в сироп и на шишки. У нас все кипит, горячее. Обязательно прихваточек возьмите и плотно закрывайте. Переворачиваю. Все. Вот, ребята, мы сварили варенье. Наше шишковое. Вот. Вкусное, полезное. Аромат стоит вообще волшебный у нас в доме. Как в сосновом бару. Так что варите всегда. Варенье вот такое получилось у нас. Четыре баночки. Где-то грамм по 150. Вот. Ну, мы собрали мало. Вот. Ну, как бы это, в принципе, достаточно на всю там зиму. Чуть если что-то заболел, там, горло или что-то, там, чувствуете какой-то озноб. Прямо открываете несколько шишечек с чаем. Вот. Можно в чай добавить. Можно просто разжевать. И все на ночь. И как бы все проходит. С утра просыпаетесь. Прямо как новый. Вот. Так что собирайте в начале мая. Где-то до середины мая можно собирать. В зависимости от страны, места расположения. Вот. И варите себе на здоровье. Так что с вами был Димас. Оператор Антон. Всем приятного аппетита и здоровья. Пока-пока.